Привет народ! Сегодня довольно необычное видео, мой канал не только о рыбалке, но и о путешествиях Но в этом году, как вы знаете, проблематично куда-либо ездить Одна из поездок уже сорвалась, то есть поездка в Японию и к осени, я думаю, ничего не изменится Единственный способ путешествовать сейчас это либо по России, но тоже с оглядкой Либо вообще по ютубу и гуглу, разглядывая фотографии, читая отчеты, просматривая видео Один из вариантов путешествия, ну путешествия в кавычках, это пробовать другую кухню, пробовать еду разных стран Так как мне наиболее интересны страны Юго-Восточной Азии, кухня их для меня несколько экзотична Но в поездках, естественно, мы ее пробуем Так как, еще раз повторюсь, поехать не получится, то решил попробовать что-то вот на дому Так как в магазинах стандартных, то есть там в сетевых пятерочках, перекрестке, где еще там в магните я смотрел Кроме доширака и с инсой нет ничего интересного Я посмотрел, где можно приобрести лапшу Ну так как у нас как-то кухня Юго-Восточной Азии ассоциируется с рисом и с лапшой Но вот лапшу достать гораздо проще, поэтому я посмотрел, где продается лапша быстрого приготовления Но оригинальная, то есть Юго-Восточная Азия То есть она не российского производства А как раз посмотрел, где можно приобрести лапшу разных производителей из разных стран Хотелось бы сравнить, такая же бурда, как и везде, или все-таки это довольно вкусно Потому что в поездке в Китай мы пару раз лапшу пробовали Ну ничего особенного, но есть можно Поэтому в поездках как основной способ, основной вид пропитания лапшу быстрого приготовления рассматривать не приходится, слава Богу То есть сейчас хотелось бы хотя бы дома как-то почувствовать себя в поездке Попробовать еду нетипичную для нас Для кого-то, наверное, теширак все-таки типичная еда Но считать ее какой-то там экзотикой не представляется возможной Поэтому я залез сначала на Беру, потом на Гудс, потом на Зон Везде эта лапша есть, разная там цена, немного отличающаяся И несколько разный набор производителей Где-то одних больше, где-то других больше Наиболее разнообразным оказался набор, который представлен на Гудс.ру Вся эта лапша разными магазинами представлена Гудс.ру это всего лишь площадка, через которую они это продают Не сказать, что самая удобная Доставка у меня получается от 99 рублей Не всегда нужный какой-то там ассортимент есть Но вот, например, лапшу там удалось найти и заказать Привезли довольно быстро Навыбирал разных производителей разных стран Еще раз говорю, давайте посмотрим, что вышло Во-первых, видите, в двух видах лапша поставляется Либо в таком вот эконом-пакете То есть это пластиковый пакет И ее надо заваривать уже в тарелке, получается, пипятком заливать Дальше И есть такие, которые поставляются сразу в стакане Если вы где-то там на природе или в поездке То в стакане, естественно, удобнее Потому что залили водой, поели, выбросили все это Весь мусор вместе со стаканом Дома можно и в пакетике заварить Если хочется попробовать чего-нибудь нестандартного Насколько я понимаю Это примерно все одно и то же Единственная разница будет в ароматизаторах И немного в комплектах где-то есть вилка Где-то есть какие-то там варианты добавок Топпингов, то, что туда насыпается Все это довольно дешевая еда На быстрый перекус уличный рассчитанная И если есть возможность полноценно поесть в той же поездке Естественно, будет выбираться полноценная еда А не такое Но сейчас вот поездки, увы, недоступны Но доступна вот такая вот лапша Давайте глянем, что тут все-таки у меня есть Так, довольно распространенная оказалась Лапша вот такого производителя Нонгсим, я бы прочитал его Производство Кореи находится Сейчас интересно глянуть Реально оно в Корее Выпущена, да, корейская лапша Логотип, видите, присутствует на трех По-моему, у меня, да, в этих Получается, они все в ведерках В стаканах Но для продажи в России, видите, присутствует И наклейка на русском языке Вот первая пачка Это первая упаковка Первый стакан Это, получается, лапша указана просто, да Да, просто лапша Но, правда, она синкап Да нет, в принципе Просто лапша, как бы, да Давайте посмотрим Лапша быстрого производления Шин Рамен А, вот она, все-таки Рамен А где Рамен написано? Странно Я, честно говоря, кроме русской надписи Нигде не вижу слова Рамен Что довольно странно Ну, да бог с ним Рамен, значит, Рамен Шин Рамен Лапша пшеничная Картофельный крахмал Пальвовое масло Соль Регулятор кислотности Жидкий пищевой оксидант Эмульгатор Экстрант зеленого чая Пищевой краситель Бульон-приправа Ля-ля-ля-ля-ля Красный перец чили Приправа из сушеных овощей Морковь, зеленый лук Грибы, красный перец чили В принципе, если не считать, что тут Три четверти, конечно, всякая химия Состав довольно стандартный То есть, это лапша Бульон-приправа, видимо, будет один пакетик И еще приправа из сушеных овощей засыпается В целом, ну, довольно стандартный набор Я думаю, нормальный вариант И за 4 минуты такой стакан будет готов Лапши Вот здесь я вижу, да, вот удон Тот же производитель, Корея Так, еще и темпера указана Давайте содержимое прочитаем Отличается ли оно еще чем-нибудь Так, лапша та же самая Так Сушеная рыбная котлета Ментай, картофельный крахмал, пшеничный крахмал Экстрат гребешка, креветка Так, довольно интересно Тут действительно, получается, есть и Что еще и пожевать Кроме той же лапши Добавки довольно интересные Так, вот этот Производитель уже интересно Комплектует свои Стаканчики Но цена меньше 100 рублей каждого Так Дальше Так, здесь получается Beef Flavor Так, это Со вкусом говядины Помечено, что халяльная Потому что, знаем, да Мусульманам свинину нельзя Но, с другой стороны Свинины нет и на двух других По крайней мере, явным образом Не прописано Так, что имеем Несколько отличается наклейка Лапша Лапша та же Так, соевые бобы Сушеная морковь Соевый соус Это Грибы Ну, довольно интересно Тоже, опять же То есть, не пустая лапша А с дополнительным Это, с наполнителем Так, дальше смотрим Это корейская лапша Кока Насколько я понял Это Сингапур Должна быть Сейчас прочитаем Где сделано Если найдем Так, 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 так Не вижу Странно Импортёр российский Увижу Так, а, да Сингапур То есть, кока Это производитель Сингапурский На верхней крышке Указан способ Приготовления Здесь вообще указано За 2 минуты Эти 4 минуты Готовятся Русский текст Присутствует Лапша пшеничная Есть Пальмовое масло Есть Всякая дрянь Есть Порошок из креветок Чили Так, так, так Гарнир Обезвоженная морковь Кукуруза Горох Тоже Здесь лапша Со вкусом Супа Том-Ям То есть, который В Юго-Восточной Азии В том же Таиланде Например, распространён Не знаю, насколько Я его не ел никогда Насколько его можно Представить По Вкусу И этого стаканчика Содержимого Этого стаканчика Не знаю Второй Имеет вкус Говядины Содержимое Наверное, то же самое Так Морковь, кукуруза, горох Добавка Ну да Я так понимаю Что они отличаются Только ароматизатором Так Дальше Мама Это Тайская Фирма Так Изготовлена В Таиланде Экспортируется В более 60 стран мира Так Что у нас Что у нас Есть тут Мука Это лапша Примерно Одинаковая Везде Пока По крайней мере Пшеничная Так Креветки Молотые Злаки Следы Сырых Яиц Куджуты Молока Рыбы Следы Ну Не знаю Честно говоря Так Здесь указано Например Интересно Указана Острота Три Максимум Бывает Четыре То есть Достаточно Острая Штука Во вторых У меня Оказались Они Одинаковые Но Разные Разного Оформления Я гляжу Просто Здесь золотая Здесь серебряная Не знаю Чем отличается И там И там Вкус Креветки Мне кажется Только дизайн Изменился Упаковки Пожалуй Больше ничего Тут такого Сказать Нельзя Так Сезонные Овощи Вообще Указаны Здесь 8 грамм Каких-то Овощей Так Ну Со стаканами Понятно Трех Производителей Нонгсим Это Корея Кока Это Сингапур Мама Это Таиланд Задублирован Оказался Тайский Комплект Так что Можно потом Будет скрыть Хотя бы Один Показать Что там Содержится Так Дальше Отставим Пока Стаканчики И будем Смотреть Упаковки Пластиковые Так Кока Еще раз Что у нас Сингапурская Так Это Жареная Лапша Мигеринг Горинг Не знаю Гренинг Мы Когда были В Дубае С таким Названием Ели В Чулкинге Там Такая Сеть Едалин С Паназиатской Кухни И Один из Вкусных Вариантов Был Как раз Мигеринг Мне кажется Там Не лапша Был А рис То есть Я думаю Что это Вкус Приготовления То что Оно Жареное И вареное Так Русская Наклейка Присутствует Лапша Опять же Пшеничная Так 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 Меня интересует Что они тут Положили Две Три Минуты Варить Усилитель Вкуса Черный Перец Пакетики Какие-то Прописаны Но Не указано Что там Еще В добавках По ощущению Пакетика Вообще Два По Упаковке Понять Не получится Придется Вскрывать Я буду Потом Наверное Снимать Видео Уже По Ну Со вскрытием Пару пакетов Одного Наверное Мало Будет Для Для Показа Поэтому Пока Только Внешний Осмотр Так Дальше Вот Это Индонезийская Была Заявлена Лапша Сейчас Посмотрим Кто Я Делал Так Пока Я Только Вижу Англию Францию Люксембург Довольно Странно Непонятно Кто Я Делал Заявлена Была Как Индонезийская Вот Лапша Индонезийская Мегоринг Жареная Тоже Так Пшеничная Опять же Лук Порошок Сахар Вода Перец Чили Соя Кунжут Соевые Бобы Кунжутное Масло Опять Пакетики Пакетик По-моему Один Прощупывается Что в нем Непонятно Аргентизатор Ну Лапша Останется Лапшой Быстрого Приготовления С какими Привкусами Опять же Суп Фоя Не ел А вот Лапшу Вьетнамскую Пробовал Несмотря на то Что в пакете Ничего особенного Не было Лапша Оказалась вкусной Не знаю Почему То есть Она Отличается Достаточно Сильно От нашего Доширака Так Здесь Рисовая Лапша Крахмал Из Тапиоки Усилитель Вкуса Пальваемое Масло Сахар Усилитель Ля-ля-ля-ля Пшеничная Калековина Красный Шалот Сушеный Лук Парень Ароматизатор Корица Гвоздика Сушеный Длинный Кориандр Чили Краситель Я так Понимаю Что Фактически Это Лапша С луком То есть Мяса Здесь Явно Не будет Сушеного Так Здесь Со вкусом Кимчи Капуста Лук Морковь Лук Парень Ну Тут Что-то Подобное На Кимчи Есть Так Довольно Интересно Так Мама Это Тайские Так Со вкусом Чего У нас Тут Интересно Так Так С креветками И с креветками Здесь Запахом Креветка Здесь С кремом И с креветок Заявлено По крайней мере Так Лапша Тайская Быстрого Приготовления Со вкусом Кремов Том Яма Заправка На основе Растительного Масла Красный Чили Так Содержит Ракообразных Интересно Так Посмотрим Что там Все-таки Внутри Пакетик Два Пакетика Прощупывается Я гляжу Тайский В основном С креветками Поставляется То ли так Совпало Просто И последний Пакет Остался Тоже От мамы Так Здесь Опять Кимчи Так Где-то Я тут Еще Интересно Так Сейчас Минутку Так Где содержание Мука Пшеничная То есть Получается Рисовую Лапшу Делают Только Вьетнамцы Остальные Делают Пшеничную Лапшу В целом Одно Примерно Одинаковое Немного Отличаются Комплектами Так Давайте Я Пару Пакетиков Открою Просто Посмотреть Чем Отличается Какие На которые У меня Вздвоены Еще Тут Где-то Я Интересное Видел Где-то 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 Я Видел На Польском Указано На Упаковке Вифона Который Вьетнамский И Все Написано Опять же Дублируется На Польском Что Довольно Смешно Видео Вот В Польше Что он Сделал Еще То есть Непонятно Откуда К нам Попадает То ли Напрямую Из Вьетнама То ли Уже Из Польши То есть У них Завод Кроме Того Что Есть Он Во Вьетнаме Есть Еще И В Польше Достаточно Раскрученная Марка Что умудряется Даже В Европе Выпускать Это Так Давайте Глянем Одну Упаковку Так Где у нас Два Одинаковых Ну давайте Вот такую Откроем И Одну Так Мне Понадобятся Ножницы Чтобы Пакет Открыть Аккуратно Не Просыпать Потом Ну Внутри Понятно Сама Лапша Довольно Привычного Вида И Пара Пакетиков Я вижу Лежит О Даже Не пару Лежит Четыре Получается Так Интересно Так Что тут Имеется Кикап Какой-то Миньяк Бумбу Сезонное Масло Так А это Соевый Соус Понятно Так С этим Ясно Здесь Перец Нарисован А здесь Еще Одна Бимбу Какая-то Так Сезонное Порошок Сезонный Порошок То есть Из Упакует Это Я не знаю Все ли Это Вместе Надо Будет Засыпать То есть Имеем Соевый Соевый Соус Масло Сезонное Дальше Я так понимаю Что здесь Порошки Овощи И Перец Чили Минимальной Такой Упаковочке Ну В целом Должно Быть Вкусно Нифига себе Тут Даже Без ГМО У У Индонезийцы Да Вот Джакарда Индонезия Написывает Так И Интересно Что у них Указано Тоже Здесь Халяльные Так Дальше Давайте Маму Распечатаем Так Ну Дальше Все Стандартно Верхнюю Пленку Снимаем Крыша Здесь Тоже Довольно Весело Так Ну Здесь Вот Плохо Не подписано Тут Какой То Соус Прощупывается Такой Разметь Надо Потому Что Он Там В Один Угол Куда То Весь Уполз Он Так Жидкий С Краплениями Так Плюс Еще Вот Всякие Добавки Сушеные Сама Лапша Выглядит Довольно Интересно И С Зеленью И Складная Вилочка Что Довольно Удобно Довольно Забавно Лапши Много Так Что В принципе Все конечно Стандартно О Пахнет Довольно Приятно Китай И так Кстати Приятно Пахнет Не пахнет Капец Какой-то Химией И то И другое Вполне Я думаю Съедобно Ну В дальнейших Видео Будем Пробовать Выяснять Съедобно Это Реально Или Такое Брать Не стоит Так что Есть любители Конечно У нас И Дошираков Всяких В качестве Основной еды Я же Набрал Это В качестве Неких Кулинарных Путешествий То есть Не Походу В кафе Например А Практически Воображаемая Поездка То есть Можно себе В ютубе Включить Страну Производителя Посмотреть Ролик Заедая Все это Дело Лапшой Не знаю Можно ли Найти Лис Быстрого Приготовления В России Наверное Тоже Возможно Имеется Ввиду Не просто Лис Я увидел Лис Отдельно А именно В виде Блюда Если В целом Мне понравится Вот эту Штуку Есть И Проблем Никаких Не вызовет Ни с животом Ни 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 С головой В плане Того Что Нахрена Это Надо Вот это Все Тысяч Примерно Стоит Ну Чуть Меньше Тысяч Тратить На Это Деньги И Все Таки Будут Открыты Границы Соответственно Можно Будет Еще Попробовать Что-то Из Готового Из Такого Быстрого Приготовления Еды Ну И Вы Пишите Комментарий Если Интересно То Напишу Где Брал И Сколько Конкретно Стоит Каждое Из Блюд Все Всем Пока